Касимова Ирина Николаевна, старший тренер сборной страны среди юниорок. Сейчас вы подготовились на чемпионат мира в Перу. Расскажите, как прошла подготовка, как прошел отбор? К сожалению, конкуренцией мы не можем похвастаться. И вообще, как и водится ко всем первенствам мира по юношам, по девушкам до 17 лет, нам звезд с неба хватать не приходится. И командовать у нас в лучшем случае 58 килограмм. Девчонки могут бороться за третье место. Надеемся, так и будет. А так, в общем, подготовка у нас не была такой длительной, как в прошлые годы. Мы сделали вывод, что достаточно одного сбора перед выездом. Так, лучше для сбора документов для выезда, потому что несовершеннолетних там свои особенности с выездом. А так, основная подготовка, конечно, была до первенства России. И, как бы, все претенденты уже были, в общем-то, как бы, обозначены. Никаких новых персоналей у нас не появилось. Вот. Поэтому, в общем, были приглашены все победители первенства России во всех категориях. Ну, за исключением тех, кто каким-то причинам отказывался. Единственное, наша претендентка, конечно, была жалко, что она, как бы, выпала из подготовки Чербакова-Светлана до 69-ти. Она, конечно... Я вот тоже наслышан. Она, по какой причине? Да, она, безусловно, выиграла. Результат у нее был такой очень серьезный для ее возраста. Она бы, конечно, очень хорошо поддержала бы нашу команду. Она бы выиграла в свою категорию. Ну, вот, и, к сожалению, в первенстве России она не смогла поучаствовать. Как будто в волну гриппозную попала неудачно. Это просто простуда, болезнь? Ну, да. Она вот снялась с соревнований. Вернее, даже, ну, как бы, не стала вообще участвовать на что-то. Она загрипповала. Вот. И, как бы, я все же надеялась, поскольку конкурентов у нее нет. И, как бы, надеялась, что она все-таки не участвует в отборе, но все равно поддержит нашу команду. Вот. И в форме хорошая она, конечно, была. Но, вот, опять же, старая травма колена у нее вот обострилась. Ну, мы решили ее, как бы, уберечь. Хотя, конечно, с такой формой, с таким результатом, неплохо бы спортсмену, как бы, все-таки выстрелить. Да, она вот недавно рекорд установила в области. Да, реализовать себя, показать где-то. Ну, конечно, я надеюсь, может быть, она поддержит команду 20 лет. Ну, у нас еще чемпионат Европы, первенство Европы все-таки еще летом, как бы, уже не так уж много времени осталось. Ну, надеюсь, что все сложится. Ну, и, в принципе, у нас и все девчонки на первенствах Европы, они, как бы, уровень у них европейский, хороший. Они, в общем, все могут быть в призерах. Поэтому, ну, первенство мира, как всегда, скромненько пройдет. А уж, ну, на первенство Европы, думаю, дадим жару. Значит, едет, грубо говоря, все те, кто выигрывал, кто прошел сборы. А почему такие коротенькие сборы? Это какие-то ограничения? Сборы у нас стандартные, они для всех сборных команд. Три недели стандартный сбор. Нет, только один, там, не два, не три. Ну, вот я почему-то отказалась, да. Потому что, во-первых, родителям, чтобы дать согласие, нужны документы дома. А если они все уже сюда приезжают, то родители как бы не успевают оформлять все документы необходимые там для выезда. То есть у нас, получается, потом какие-то пересылки, нервотрепки. Родителям требуется паспорт, а паспорт здесь там и все такое прочее. Вот, и поэтому, ну, и еще как бы у многих проблемы, там, бывают со школой. Ну, как длительное уже образование, то есть уже как бы из многолетнего опыта я делал вывод, что достаточно подготовиться к первенству России, вот парочку сборов, хорошо. А после сборов, вернее, после первенства России они приезжают домой, делают все свои бумажные дела, как бы готовят, там, паспорта многих, этих загранпаспортов нету, как бы все такое прочее. Дома они готовятся, немножечко отдыхают, собирают документы, приезжают, один сбор, и мы спокойно приезжаем. А задача какая стоит перед спортсменами? Ставьте такие вот определенные задачи, там, ты готов? У них задача выступить не хуже своих результатов, которые они демонстрируют. Да, и что тогда, проводили как-то анализ? Что им тогда может... Ну, естественно, мы уже, во-первых, ознакомились с заявками, которые уже поданы. Мы посмотрели, в общем, у нас все девчонки, ну, в районе, там, пятого, шестого места, ну, естественно, до пятидесяти восьми, где-то третье, четвертое место. По заявленным результатам, как оно на самом деле там все разложится, это неизвестно, может быть, в лучшую, как бы, сторону, может быть, в худшую. Значит, лучшее, на что можно рассчитывать, это попасть... Главная задача, это попасть в призы кому-то, да? Ну, да, нет, ну, это задача максимум, мы, как бы, реально смотрим на вещи. Все-таки есть там лидеры в каждой весовой категории, а у девчонок уже результаты... Ну, как бы, выше головы не прыгнешь, ни с того, ни сего вдруг по 20 килограмм не добавишь к соревнованиям. Поэтому мы уже определились, что в основном девчонки у нас на пятое, шестое место рассчитывают. Только вот одна категория, на третье, четвертое. Ну, чербаку, конечно, могу выбрать. А почему вот такой уровень низковатый? Вот многие захотят узнать, почему? Ну, вот в маленьких категориях мы традиционно не сильны, потому что это, как бы, вот, ну, не наша конституция, не российская. То есть у нас нету таких мелких и развитых, как бы, вот, физических людей. Ну, девушек, у вас, да, и у маечков тоже, в самом деле, у мужских категориях у нас тоже провал в маленьких, высовых категориях. Нет мелких и сильных людей, скажем так. Наша категория начинается с 63, у девушек и выше. Вот, поэтому азиаты, они все-таки, у них они помельче, соответственно, и они уже, там, более развитые физически в этом возрасте. А у нас, ну, такие, как, там, скороспело-скорозрело, ну, малое. Ну, и в этих, как бы, уровень такой популярности у нас, ну, девушек, не знаю, что там, чересчур, на популярный вид спорта у нас. Ну, первенство России, ну, кто смотрит, интересуется, всегда видно, что первое, второе место, там, ну, в лучшем случае третье, а дальше провал, просто пропасть в результатах. Поэтому у нас, как бы, и конкуренции-то особо нет. Ну, всегда, всегда находится со всей России пара-тройка особо отдаленных людей, которые, как бы, в общем-то, и вытаскивают всю команду. Ну, вот, а так вот, конкуренции нету. Выбрать особо не из чего, если уж так прямо говорить. Поэтому, кто есть, с теми работаем. А на первенствах России присматриваете кому-то, предлагаете сами? Нет, конечно, во-первых, и тренеры сами подходят, все заинтересованные. Во-первых, ну, как бы, у нас есть определенный регламент. С первого по восьмое место на России мы можем спокойно включать в списки сборных. То есть мы включаем и, пожалуйста, приглашаем, как бы, всех желающих у нас в городе. Другой день, что прям не так, что все прям жаждут и горят желанием туда ездить. Ну, в основном, те, кто видят, как бы, реальные свои перспективы. Ездят с удовольствием, готовимся. Ну, спасибо, успехов вам в выступлении. Постараемся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok